узбеки заходили по ходу сварочный купили или что-то не знаю держали в руках мундштук от сварочника спрашивали про баллон ведь этот кислород я гру не это углекислота а зеленый что баллон никакой зеленый баллон я бы синий баллон наверное ну да да синий я в это кислород а чё не подойдет игрой ну не подойдет надо ехать на обмен где баллоны отдадите кислородные доплотите и получите углекислотный типа редуктор я году редуктор покупать от лишнего нету горит редуктора лишнего горит нету конечно нет у меня ничего лишнего так даже если был бы редуктор лишний этим стоит сколько два рубля или полтора поедет и купить какой редуктор лишний я я хую а знаю даже если был бы лишний он же портится это же самое как отрезной диск есть диск на попилил отдал мне что ли диск так ты забери себе диск до купим не новаяшки новый давал блин интересные люди есть редуктор горит лишний а у тебя есть лишние колеса даме я поезжу на лишних колесах или бензин лишний есть дай мне лишнего бензина для я просто охуеваю просто охуеваю да задком надо заниматься блять пилить заказов нету тут я уже все разгреб станок поставлю здесь начале площадку тут что-то сделал и потом его сюда приземлю место нифига не хватает гараж ни хрена не для трактора этот двина здесь 12 12 6 у меня блин мало 12 6 для трактора это очень мало для трактора надо где-то 15 метров гараж вот самый оптимальный вариант это 15 на 6 это вот такой вот блять минималка то что у меня здесь групп 540 или 530 а там 560 или 580 впереди но как бы это конечно тоже так и яму не смещено в одну сторону типа специально было ну тут камни лежали не выкопать было туда сместили яму это как бы хорошо здесь шире тому же но узкого то конечно узкого то какие-то полметра сраных не хватает так что маловат конечно бокс самым в идеале то конечно чтобы было бокс не ну квадратный типа 12 на 12 что вторая единица техники параллельно вставала чтобы могла помогать разбирать этот трактор ну блять такого бокса пиздец топить его просто устанешь да и места такого нету чтобы построить такой бокс ну по крайней мере я не знаю у нас вот там все боксы из сэндвича там там вообще наше это управление мурманской облес дает только размере четыре с половиной на 12 четыре с половиной на 12 то есть все покупают по два бокса можно сами поймете 4 с половиной это вообще ни о чем это пипец это это что вот вот досюда бокс четыре с половиной ну что ты блять в нем будешь делать в этом в этом боксе ну легковую машину парковать можно но ремонтировать какой-то микроавтобус невозможно поэтому берут все два бокса и строят один общий но опять же с крышей проблема надо подпорки ставить чтобы не упала это нахрен вся крыша вставлять из нее пока она пустая на не упадет снежная нагрузка будет большая и крыша нахуй просто провалится во внутрь бокса и я знаю там бокс один завалился от снега поэтому тут тут-то пролет грубо говоря считай 6 до это этот швеллер 14 прогибает то есть от массы снега было прогибала его я снег чистил если толщина снега больше метра ну прям очень тяжелый снег мокрый надо чистить крышу конечно а там сайте 9 по-любому подпорки на будет ставить чтобы это все не упала нахуй так что же свои нюансы когда такой бокс большой это стропильная система это конечно будет заморочки не силы на 6 метрах нормально держат можно 14 швеллер применять и все будет хорошо но фирмы делать тоже гимор это варить их красить заебешься и такой огород на потолке там будет ну и высоту ты опустишь за счет фермы для фирма где-то будет 50 сантиметров высота тогда тебе крышу надо больше делать тогда ты стены будешь больше делать это тоже расходы выгоднее получается 14 или 16 швеллер кинуть или двутавр чем варить ферму и потом за счет стен ну ты же высоту то будешь делать по нижней часть фермы не по верхнюю во первых это пить надо будет больше потом потому что выше гараж на пол метра становится во вторых по периметру у тебя сколько материала лишнего уходит четыре стены ты поднимаешь на полметра это все считать надо утеплитель там пенопласт ну минвата пенопласт доска обрежь контрабрешетка там жесть это же лишние бабки то есть и лишняя заморочка проще блять вот швеллер 16 применить и по дигам дешевле выйдет чем огород этот городите по времени швеллер пильнул и кинул и все а ферму варить заебешься вот если ты делаешь девятиметровый бокс вот там швеллер хуй выдержит там ну подпорки надо там вот лучше ферма конечно но в данном случае блин ферма ну по моему мнению вот она здесь вообще нахуй не нужна тогда говорю гараж у меня ниже 100 останется по высоте а мне не надо ниже это самая оптимальная высота под подъемник 3 50 360 и микроавтобус может подниматься и и трактор вот как бы нормально если что стрелу опускать надо но я же не по трактор строил гараж я же гараж просто строил для того чтобы у меня был ну этот же маленький грузовики форд карга 5-тонник volvo fl к я как бы строил на всякий случай для этого грузовика с перспективой но вообще зачем это все было придумано потому что тот верхний бокс у меня на высшую вот там уровень пола я специально покупал этот этот участок эту землю вот с этой стороны под гора чтобы сделать длинный бокс поняли оттуда до сюда чтобы он у меня стал 24 метра нижний бокс не вообще не нужен был но если бы я нижнюю землю под нижний бокс не купил то я бы не построил второй этаж а я планировал на втором этаже здесь у меня чтоб склад был чтоб сын как когда уехать торговать запчастями здесь то есть здесь у меня склад был бы я продавал бы запчасти а там был бы у меня сервис то есть установка запчастей продажи то есть план то был такой вообще вот эти 12 метров мне нужны были именно для склада и офиса поэтому мне пришлось этот бокс купить но землю под этот бокс ну и как бы понятно я строил сразу с расчетом под грузовик яма здесь под грузовик сделана и шириной и длиной как бы но оптимально хотя надо было длиннее сделать еще на метр но там опять в камни мы упирались я решил что нахуй не буду длиннее делать 40 она у меня получилось надо было конечно вход сделать сбоку как у меня в другу других боксах у меня же вход сбоку не здесь нырять а сбоку ступеньки спускаешься туда надо было тоже так сделать но это лишнее это бабла занимает пипец сколько когда вход в яму сбоку это во первых сложности изготовления опалубки потом ходить можно туда упасть то есть такие нюансы но зато пользоваться удобнее не надо под машину лезть раком а спустился по ступенькам здесь и все ты там что разные варианты бывает вот это я конечно не сделал на так и лесенки блять они занимаются только бабла нахуй это 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 пипец нифига не так копейки нах нифига не три копеечки ну вот так вот как-то живем тут подкрасил все это дело кабину почистил продул чуть капот и гайку ранил между радиаторами зараза просто снимать решетку снимать радиатор но ослаблять там столько пыли в резюте внизу как бы хорошо с одной стороны что она туда упала то я туда бы и не полезла сейчас буду продувать кому-то сега и больше этого в резюте вон там короче в углу там просто целая песочница шишки какие-то камни блять вообще жесть что творится вообще пипец и указкой магнитный достал такая указка как у вовы тоже я вообще от него так узнал что вот эта херня поворачивается и тут глазок светится по да я и не знал что она здесь подсветкой такая же форсовская сейчас буду продувать все это дело не зря как бы гайка упала да там камень лежал камень нашел вот этот вот камень хочу у меня была какая проблема на митсубиси такой же спейсгирска у меня только у меня был такой раньше другой я делал что-то тоже возле радиаторов у меня конди радиатор стояла основной и ключ на 12 я после ремонта не мог найти куда думаю упал может снег упал ну короче я его не нашел ключ на 12 плюнул собрал так вместе через два что-то мы поехали финляндию заехали короче на финку на эту границу у меня страховки не было ну и я как бы не собирался дальше ехать ты горит ты куда типа едешь я говорю а никуда не еду я гру вас здесь машину оставлю ангар страховка есть бывали нет страховки у меня анки смысле а чё ты заехал типа я говорю так мы на двух машинах едем я у вас здесь группа стали на парковке машину на таможне и поеду дальше анки типа блин ну ты же типа уже заехал на территорию филе ты уже типа без страховки едешь я бы так я доехал до ну из нейтральной зоны через лакбам к вам страховки меня нету ну все правильно вы меня либо возвращаете назад логично что без страховки приехал либо ну ты дальше едешь на чем-то другом вот я оставлю у вас машину здесь на на таможне и сяду в автобус мы на транзите еще ехали анкида ну типа ну ладно типа нихера ты хитро хитрец какой круче тачку оставили уехали приезжаем назад смотрю лужу под машиной я потом смотрю между радиаторами ключ лежит на 12 то есть он лежал там и протер радиатор и антифриз закапал вот так вот блин этот ключ лег между радиаторами и все там расстояние маленькая от вибрации соту потер мне так что эти вот камни это все очень пипец как опасно палка или что-то еще плюс пыль получается как наждак вид поэтому надо очень следить за этим делом а там дырки внизу нету то есть там щель маленькая между радиаторами она не выпадает спасибо не сделали щели вот такую бы да тогда бы она выпадала бы правильно упала и вниз упал ну и пролетела сверху вниз а щель маленькой от бортовку радиатора есть бачок нижний там лежит все это дело как бы блин конечно радиатор будет ставили бы вперед тут то есть щель вот она видите пальцы лезут а там нету внизу щели потому что бачок к прилегает и все но все достал гайку капот закрутил но так это выглядит черный капот надо что-то с этим сделать еще с этим уличным воздуха нам потому что меня видите здесь кастрюля или сковородка с филе они с помойки стоит эта колба разбита стеклянная которая одевается сюда секрета весь в ней она же отбивает пыль на ее нету но она вот в анаке в турции она есть 10 долларов что стоит или 5 ну блин это штук цене здесь я просил этого санака чтобы мне дал номер телефона хоть какой-то фирмы кому они последний раз продавали те колбы потому что у кого еще нет этих колб либо в сборе бери либо нету ведь сколько она отбивает пыли она реально как бы спасает завитрять здесь должна но у меня это колба разбита была она стеклянная ну как пластмассовая так из капота вот так ученые поезд салона в принципе нормально так то каш видит необычный это точно необычный потому что как бы с желтым капотом по-другому все кажется шат на нижнем подшипните верхняя что втулку сделала нижней я не поменял что-то тут кстати в анаке эти подшипники сюда в колонку есть продаются отдельными но мне нет смысла брать может не овал изношен вроде как зеркало это снял пытался тут оригинальное что-то замудрить сделать но пока остановился сделал паузу пока не знаю попробую испытаете как работает потом если что поставлю он видите ну чё это такое что это будет будет все телепаться вот так вот долбиться не знаю ну вот оригинальный там стоит видите с той стороны там отрезал надо приварить но надо удлинять вот эту вертикалку вниз потому что зеркало одеваешь и там же зажим по центру зеркало и получается не хватает разворота и еще там зажим не по центру зеркало смещен к одной стороне вот здесь по центру там смещен к в одну сторону и зеркала мне разные зовут ну мои одно одно другое размера вот смещен к видеть в одну сторону это зеркало другое у меня одно большое одно маленькое а так и все погнул резаком погрел все выгнул ладно посмотрим потом будет настроение позаниматься этой херней позанимаюсь сейчас хочу гайковертом глазовым вот этим под большой квадратом на ведь под самый большой попробовать гайку заднюю открутить на этом на аутригере потому что я пытался вот эту гайку открутить я не смог открутить вообще не хочет откручиваться заржавела и все вдвоем крутили нифига остальные 3 крутились эту не могу открутить и все сейчас буду что-то пытаться может гайковерт возьмет гайковерт не берет тоже наверно ресивер на дополнительный ставить шланг тонкий самый большой квадрат не берет здесь вот открутил самое большое здесь через переходник чуть поменьше видите вороток ставишь трубу вот эту нифига на пруток гнется ну видно что играет уже обстукивал что только не делал ну нифига не идет придется наверно резаком греть краску не охота портить ай блин а чувствую испортится краска видите здесь кто-то раньше продувал резаком вот следы видите кто-то тут баловался свое время до меня но это же не может быть заводские правильно это явно продували мне это кажется но это не точно что продували вот надо сейчас лапу поднимать чтобы тепло не шло до этих это пластмасса которые верхние стоят и греть учет или уже летняя фото уже полтора 3 ночи наверно надо завязывать с этой фигней для я думаю грузовой гайковерт возьмет нифига не берет я наверное грузовой гайковерт который подкатной вот тут наверное возьмет ну или сломает вот этот вот переходник он нахрен потому что тонковато от это был бы вот такой как как вот эта пробка тогда точно бы этот может свернуть головы и мясорубка еще можно попробовать кстати да но закрепится ли здесь мясорубка за эту часть вырывать наверно будет мясорубку блин наверное вырвет мясорубку ладно до завтра пока оставлю это все затею завтра возьмем мясорубку вдруг прокатит нет тогда буду греть резаком завтра еще станок поэтому все на сегодня уже хватит побед конечно зеркала блин думаю говно полно это все хотя эти мои вот у ездит уже два года им нравится у них родные были сломаны я что-то как-то надо ли мне это все не надо ли что делать фиг знает пришлось короче все таки это выжигатель закон сбо вроде нормальная куба черта и тут закусил или что-то с ней случилось непонятно вообще почему так так краска погорела конечно придется покрасить до сюда горячая через бу почищу еще не знаю почему вот одна из пробок того может я ударился где-то но в теории мог же удариться и туда сместить ее чё нас заржавела или что с ней случилось вроде резьба целая но без резака нифига не получалось мне без резака никак единственное что можно было качество резвой перепилить на тут пилить умрешь на стоит и стружки будет херова туча проще покрасить снова и чем резвой пилить тому столько надо было пилить знаете сколько пилить ну куда-то 4 сантиметра эти вот эти вот бывают большого диаметра и маленькие поменьше это которая поменьше да не сила ее почему-то загрузила не знаю почему что произошло теперь или пробку нового заказывать или капролонную туда эту точить новую черт его знает на 70 к проблем надо у меня такого и нету капролона на 70 покупать надо опять же капролон очищать может дешевле купить новую до 70 здесь 70 да 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 нифигово резьба целая все нормально штангелем чищу до хрен с этим штангелем что-то есть тут не знаю почему закусил нифига не понятно почему такая так эту заднюю тоже еле выкрутил включал включал молотком обстукивал обстукивал наконец-то пошла но опять же с помощью трубы так эту никак не всегда пока еще не грел блин короче она была под маленький квадрат на 20 а я распилил вот его сейчас ее фрезой сейчас на двадцать шесть вот видите сколько стружки углы начал пилить углы углубил начале а потом спилил эти был 20 стал 26 26 даже с половиной где-то ну короче замучился у меня воротка такого большого нету а этот который чуть поменьше и боюсь что он сломается нож пруток гнется попробовать можно мясорубкой бы блин я забыл еще не взять у пинтов так бы мясорубкой может быть и взяло бы до конца не пропилил на всю пластмасска упирается то есть откручу и обратную сторону пропилил блин учеток заржавели они не крутили стати по осени она крутилась но он видать постоял еще и борода конечно схема уебищная зараживает это все дело ну хоть это выкрутилась это выкрутилась теперь вот эту победить тут однозначно красить придется здесь можно тоже погреть все равно на сбиток красно может тоже погреть хочу просто экспериментировать возьмет ли гайк этот мясорубкой или нет не просто интересно смогет взять или нет простукивал пробивал пробивал молотком калашматил нифига не это по идее от удара должно было отойти ржавчина но нифига не отходит они крутились нормально вот это вообще крутилась норма такая она не заклинившая была вообще не могу понять еще и так прихватила там резьба то нихрена резьба принципе этим воротком и на усилие маленькие надо конечно больше самое интересное ладно тот-то мне не крутился но этот и крутился сторона должна же на час открутиться было она почему-то ни в какую не хочет крутиться труба блять и ни в какую сейчас сломается на хрен вороток и все ли погнется кстати вот видно что да да вот он здесь вот подпогнулся тут уже есть у него нереально хотя форсовский вороток такой подпадут подзагибала его позади балла конечно хочу палусь и шестиграней который на металлоломе взял из него сделал квадрат и сейчас пробую вот таким образом открутить интересно на нашу блок не сыграла открутить не открутить или вырвет нахуй сейчас все пока вижу что катар так поднимает вырвет нахуй оттуда уже на перекос то есть уже на перекос то есть ладно ради интереса кувалдой блять ударить не худелась пойдет не пойдет чисто эксперимент такой по приколу по приколу эксперимент по приколу ни хера не хочет крутиться вот такая дрянь ни хера не хочет пробка крутится выгибает и все что слабо почему-то по цилиндру стучать нельзя он спускает наверно больше ничего пробку мой супер вороток выводит целый пробку чё-то по факалу вот это блять заржавела наш крутилась какого черта да себе вот это чудеса чудеса на виражах как так а щи пипец какой-то шестигранчик не знаю насколько но его не сломала вот пробку края раз развальцовывает тут вытянула и блин чё ж такое то чё ци таки а че ж ему надо блин а ладно завтра мясорубочка попробуем откручиваю рубля вот это да это серьезней стороны грел 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 пока не приварил такую гайку по кругу на на даже не знаю насколько она хер знает насколько она ну большая короче фу квадратом распилил этот вставляю рвет там все это дело и пипец вот пока не заварил таким образом ничего не мог сделать еще не знаю как буду этот снимать отсюда этот шестигранник квадрат который я сделал я головку подзабил туда вообще пипец жесткая тема вновь фу офигеть можно часа полтора нам я с ней вожусь и только час пошла палец выбили вот такой херней на ставку использовали не знаю что это такое с помойки взял и кувалду как обычно эту которая мне стекло потушила и которая цилиндр повредил шток вдвоем пошел к арендатором санек пойдем кувалды помашем без подогрева резаком здесь крутилась значит в в этом крутилась в лапе крутилась в цилиндре в головки встала отсюда засунул резак через щель залазить здесь и подогревал головку здесь и так вот сюда грел и сюда нагрели закрутил пробку чтобы все это не мотылялась туда-сюда вот этого не было он уперся туда и херачили ну нормально помахали так дальше вот решил вырезать эту часть чтоб сюда поставить пробку еще одну сюда еще одну хочу пробку поставить вот эту сторону хочу выпрямить посмотрите снимите она погнута бананом эту сторону все трехтовать и варить сюда еще одну пробку потому что видите у меня есть к утригу кто-то до меня добавил лист металла не знаю на восьмерка убрать и усилить типы а вот и здесь то которая пластмасска была она как бы ни хрена это выпадала меня вот я вырезал этот шмат ведь и здесь никогда не было я тогда ее вставила но она у меня выпало с одной стороны с той стороны держится в этой нет эта штука тоже бананом вот хочу выровнять ее и сюда приварить вот для этой пробки резьбу и поставить еще одну подтяжку так хочу сделать чтобы можно было в трех плоскостях двигать понятно да пусть не в четырех плоскостях а в трех двигать буду так мне кажется интереснее гнутая и тут тоже чуть-чуть но концу вообще сильно разогнутая хочу так сделать может это и не надо но я так хочу сделать только зато суббота не вытащить резьбу и пробок у меня таких нету лон мади нету 57 дней у одного чувака там мурманский есть но с шестигранник с квадратом маленький вот как у меня стояли он хочет за них под 1850 рублев вот хочу я подумала что покупать нахуй вытащить такую да и все и точно так же гайку приварить правильно и мозги синий компонсировать внутри то это с гайкой пойдет логично но похер не даже если не получится ничего так нет получится получится прямо с что-то херня какая-то будет сомневаюсь и конечно прямо херня будет не нормально будет отрежем ведь нахуй выдуем да и все начале хотел просто резаком продуть здесь уверен начале хотел поставить вот здесь вот с этой стороны стороны колеса том лет думаю кстати можно было бы и продуть хотел вверх поднять этот помощи его вверх поднять но он упирается вверх в палец верхние него стакан не поднимается хотел сделать чтобы дырка была ну чтобы дуть можно было так то тут щель есть можно переместить так было и выйдут резаком здесь эту фигню как бы да можно же можно так сделать вот потом думаю блин как бы фиг знает так кач в идеале все четыре бы пробки поставить вот там думаю не давай-ка лучше изнутри сделала где-то внутри есть на чем-то на китайцев по моему там изнутри пробка есть ее сложнее даже ударить вот эту то легко ударить чего-то тиранешь и сгибать из торец можно тоже удариться вам весь он весь побитый от капкам об камне он торчит же тоже такая конструкция сомнительная конечно так а трепеллер эти планочка вставки ну в принципе мне кажется по аккуратнее тем более она по моему здесь стоит меньше шанса и ударить ну наверное не знаю так конечно здесь бы тоже ебануть бы еще дырку и 4 бы поставить вообще было бы супер-пупер turbo так то так то супер-пупер turbo было бы наверно ну вот как то вот так вот блин как то короче как то вот так вот вопрос том что здесь вот этот болт за пробку выше поднимать к верху тогда должно быть все хоккей у меня подкладка здесь не залезет очень сидела видите расстояние очень маленькая из-за этой вот подкладка у меня выпадала но частично из-за того что здесь бананом согнута конечно пусть она плохо сюда садилась ну и здесь конечно ездили все время без подкладки тут все за факала вон они следы тут-то большому счету конечно бы вообще бы по-другому все сделать всего по-другому но не представляется наверное возможным буду так делать ладно до завтра подумаю утро вечером утреннее сейчас уже два часа а еще не дим димбас шишкин звонил на ватсап минут тридцать разговаривали чё до завтра подумаем да чё делать сейчас пока в два часа ночи все равно ничего не сделаешь станок вроде на понедельник вывозить уже завтра мои манипулятор щеки заняты наверно в понедельник потащим станок